я готов друзья всем привет сегодня 8 марта и мы решили посвятить этот выпуск нашим прекрасным дамам есть мнение что бизнес барбершопов не для девушек что это мужской бизнес а прекрасная половина человечества пусть занимается ноготочками бровками или салонами красоты но сегодня я постараюсь развеять этот миф в сети топган 152 франчайзи из них девушек менее 10 процентов при этом в рейтинге топ-15 самых прибыльных барбершопов топган 10 девушек неплохо да сейчас мы пообщаемся с этими самыми девушками франчайзи и узнаем у них почему они выбрали эту сферу нужно разбираться в мужских стрижках и ответим в чем же секрет их успеха поехали я постараюсь правду ложится пару слов у меня зовут ольга истинкова я франчайзи топган нижегородская 100 ганам и четыре с половиной года до этого у меня был такой очень богатый профессиональный путь у меня был опыт предпринимательства когда мне было 19 лет у меня была своя танцевальная школа в петербурге я занималась профессионально современными танцами правильно я обучалась психологии получала высшее образование потом меня жизнь завела в обучении развития персонала и долгое время несмотря на свой молодой достаточно возраст я была бизнес тренер в крупных компаниях одна из моих учениц пришла работать в не сетевой фитнес-клуб который оказался проектом действующего франчайзи топган он являлся гендиректором этого фитнес-клуба и мы с ним встретились я собирал у него запрос на проведение обучения развития сотрудников он мне там как-то так обмолвился что если бы он в общем все свои силы и время вложил в другой свой проект барбершоп то возможно он бы себя чувствовал сейчас мы гораздо лучше и в эмоциональном и в материальном плане вот а мы в тот момент с моим супругом выбирали как раз франшизу потому что собственно мы хотели приобрести этот опыт предпринимательский я спросила так а что за барбершоп если не секрет он говорит вот там сеть топган и я заинтересовалась придя после этой встречи домой мы загуглили предложение по франшизе топган и в общем так нас жизнь привела сеть меня зовут варвара чернякова я собственник барбершопа топган лермонтовский проспект до того как открыть свой барбершоп четыре года тому назад я 13 лет проработала главным бухгалтером строительных фирм я вообще решила заниматься бизнесом не надоело работать просто перекладывать бумажки с места на место и мне захотелось какого-то развития что-то нового вот сначала я думала что я смогу параллельно работать но через два месяца после открытия поняла что это невозможно и полностью ушла с работы и погрузилась именно в бизнес барбершопа не зовут залетова александра я живу и работаю в городе нижний новгород до открытия топгана ну и собственно по настоящее время у меня компания по налоговому консалтингу бухгалтерскому аутсорсингу она работа с 2006 года начинала я как бухгалтер потом открыл собственное дело это была идея моего супруга мы пять лет жили в туле там как раз зарождался топган в четырнадцатом году мы увидели как появился этот бренд мы познакомились с алексеем и супруг загорелся тоже открыть такое заведение я изначально занималась финансами а потом полностью взяла под свой контроль все управление меня зовут наталья никулина до открытия барбершопа я занималась фотоделом я была профессиональным фотографом то есть творческим человеком у меня была своя фотостудия багетная мастерская какой-то момент мне захотелось что-то нового чего-то другого интересного и я стала рассматривать другие виды деятельности и к своему счастью своей огромной радости выбрала франшизу топган начиная с 14 года я очень внимательно наблюдала за развитием барбершопа топган в городе тули я была на открытии я была на годовщине работы барбершопа все это время я общалась с алексеем логанцевым и была в курсе развития франшизы в тули и в других городах его опыт меня очень увлек и таким образом я проявила интерес к франшизе барбершопа конкретно барбершопа топган меня зовут наталья окишева я являюсь владельцем трех барбершопов топган до этой деятельности я работала в крупной международной компании в сфере аудита и консалтинга с появлением детей я поняла что мне нужно больше свободного времени более гибкий график работы потому что на предыдущей работе было до 200 перелетов в год до 300 ночей вне дома я постоянно обнималась своим ноутбуком и не имела совершенно никакой возможности заниматься своими близкими и уделять время другим интересам поэтому главная задача была не потерять доходе и получить гибкий график когда мы можем сами планировать свое время и заниматься всеми желаемыми и приятными делами и почему направление барбершопов потому что в первую очередь мне очень близка сфера красоты эстетики и преображения людей с другой стороны эта сфера обладает очень понятной простой экономической операционной моделью и для первого опыта она показалась мне наиболее понятной и перспективной меня зовут елена громова ну если что то я вообще не про бизнес было четыре года назад я заведующая детским садом вот так вот невзапно повернулась моя жизнь вспять от воспитатель до заведующей и потом бизнес в умы когда я ушла из образования я хотел открывать свой частный детский сад и собственно искала либо готовый бизнес либо помещение и нашелся тот самый человек который прыгать продавал готовый бизнес и как-то как бы в кулуарах а почему продаешь долгит я хочу топган купить топган что это ну барбершоп барбершоп а что это и он рассказал немножко бизнес-модель что-то так поверхностно но и об этом мы и забыли проходит время детский сад я не открываю помещение нет что-то не получается и я думаю наверное все же нужен топган позвоню я звоню и мне отвечает люба и первый мой вопрос а вы девочек берете конечно приезжай и так я познакомилась в топган более того я не знала лёшу и покупала я франшизу после общения с любой меня зовут патракова милена до открытия барбершопа я работала в банке финансовым аналитиком я была начальником финансового управления на самом деле решение возникло достаточно неожиданно муж решил носить бороду и регулярно начал посещать топган чтобы за этой бородой ухаживать мы прикинули с супругом что мероприятие это оказалось для нашей семьи достаточно недешевым и муж сказал тогда открываем свой топган меня зовут анфиса парфенова я являюсь владельцем трех барбершопов топган до открытия барбершопов я была главным бухгалтером в компании которая занималась производством и реализации строительной дорожной техники у меня появились дети и я занялась этим проектом который называется семья и какое-то время мне приходилось уделять этому достаточно большое идея заняться частным предпринимательством витала в воздухе но сложно начать какое-то дело не имея опыта в той или иной сфере и идея появилась внезапно как-то мы с мужем гуляли в центре москвы увидели барбершоп захотели туда зайти мы уже подстригли подстригли нам сказать не очень хорошо сервис оказался тоже не на высоком уровне это был не топган это был другой барбершоп но идея создать барбершоп в котором бы был высокий уровень и сервисы стрижек она сохранилась и мы стали искать какие-то варианты в 2016 году на рынке было не очень много франшиз представлено мы изучили некоторые и остановились на варианте топган добрый день меня зовут ксения муговая я собственница четырех барбершопов инвестор успешный человек и что немаловажно счастливый человек бизнесом заниматься я начала достаточно в раннем возрасте на четвертом курсе академии плеханова я открыла кальянное агентство своем родном городе брянс меня зовут хабибуллин альфия я из города тьмени по специальности я учитель химии биологии и много лет занималась исследовательской проектной деятельностью со школьниками последние годы работала уже в управлении образованием а в 2018 году открыла свой первый бизнес ну мы как-то с умом вообще подошли к выбору франшизы и я начала анализировать другие предложения четыре года назад их принципе уже было достаточно потому что рынок был уже плюс-минус развит но только на самом деле в тот момент была самая дорогая франшиза мы это прекрасно понимали с одной стороны с другой стороны я не в тот момент я не совсем понимала как бы ценность да вот этого предложения мой супруг который в бизнесе давно он мне сразу сказала одну простую вещь который я сейчас абсолютно согласна он не сказал оля мы покупаем бренд мы покупаем узнаваемость бренда если там там ган стоит дороже мы про туда хотя бы слышали это стоит того и я абсолютно согласна с этим мы покупали узнаваемый бренд это интересная история я увидела топган открытые в городе егорьевске это маленький городочек в московье и подумала о том что если здесь работает уже не первый год работает барбершоп то как это будет москве это наверное вообще будет и очень интересно увлекательно и прибыльно вообще нас лёша покорил своей харизмой и верой в это дело в первую очередь а во вторую было интересно быть именно на старте зарождение бренда топган мы были вторыми франчайзе первыми открылся егорьевск потом открылся нижний новгород и вот возможность жить и развиваться вместе с брендом наверно определил то что мы хотим именно эту франшизу у меня не было опыта работы в других франшизах вот и я думаю что я увлеклась именно барбершопами именно топганом благодаря харизме алексея локонцева да я начала свою деятельность в 2018 году на тот момент уже было очень много барбершопов в москве в том числе барбершопов топган и конечно выбор именно на этот бренд пал благодаря невероятной харизме нашего бессменного руководителя алексея локонцева потому что вдохновляющая модель поведения и уверенность в успехе и мне кажется не могут оставить никого равнодушным я вообще не рассматривала в принципе никаких франшиз и про барбершоп никогда не было и мысли это вот абсолютно случайно и повторюсь что вот после такого душевного наша диалога с любой я приняла правильное решение пожалуй есть две основные причины и первое это когда мой супруг впервые в 2015 году посетил барбершоп и я неделю не могла отвести от него глаз а мы на тот момент были уже браке 8 лет насколько я была изумлена его преображением хотя кардинально ничего не было изменено на тот момент еще мне не известны техника фейда укладка профессиональными средствами я была изумлена вторая когда мы думали о том что мы хотели бы свой бизнес мы понимали что мы конечно не не предприниматели и мы решили выбирать среди франшиз рассматривали разные сферы ну вот как-то не знаю интуитивно мы выбрали именно барберинг ну и пожалуй большую роль здесь сыграла харизма алексея локонцева мы смотрели его youtube канал его выступление относительно его идеи его франшизы вот поверили и в общем-то до сих пор верим его идею и его бизнес ну я вспоминаю нашу первую встречу с лёши это еще кабинета тогда не было но а я увидела в его глазах я увидела в его глазах силу и стремление я понимала когда что там ган это дело его жизни и ему нужно чтобы этот проект был успешен не меньше чем мне а мне это нужно было очень сильно и я услышала от лёши то что я хотела слышать а это было важно на тот момент очень сильно вот я выбрала топган потому что у него харизматичный сильный лидер потому что дизайн топгана мне очень понравился и потому что я почувствовала что это близко мне под уху у меня загорелись глаза на тот момент эта сфера была не совсем понятна людям то есть каждому приходилось объяснить что такое барбершоп но это была новая сфера которая была интересная моя семья безусловно поддержала друзья и знакомые удивились и вероятно они хотели посмотреть на мой опыт как у меня это получится безусловно моя семья меня очень поддержала потому что целью ухода в предпринимательскую деятельность была оптимизация времени чтобы была возможность высвободить временной ресурс на семью занятие спортом путешествия очень хотелось большей гибкости и конечно все близкие в этом всегда заинтересованы потому что мой ресурс освободился не только для меня но и для них ну да это пока что такое нестандартное решение для многих но в целом как бы знаете а есть такие девочки девочки которые вот действительно там для салонной сферы созданы я не такая мне на самом деле очень близок мужской вайп я сама прекрасно нахожу общий язык с мужчинами и мне мужской мир красоты очень близок вообще мир красоты не близок а мужской мир особенно и я считаю что действительно сильная половина человечества но заслуживает иметь возможность приходить то место где можно привести себя порядок и отдохнуть отдохнуть душой и телом вот я к этому проекту отношусь не просто как франшизе которую мы купили а как действительно к определенной там миссии и для меня это очень важно и собственно эту логику я рассказала своим близким и они ее поняли и приняли когда мои родственники и друзья узнали что я буду открывать барбершоп моя мама конечно же вообще очень сильно удивилась и сказала что стрижка 1700 ты с ума сошла как можно вообще за такую цену стричь что нельзя сделать подешевле но мне очень хотелось сделать мужчины красивыми и давать ему очень крутой классный сервис и поэтому 1700 да это было нормально вот мои друзья и другие родственники меня поддерживали и говорили да круто у тебя все получится вообще родственники были удивлены почему мужские стрижки для женщин как-то не совсем свойственно наверно тем более у меня трое дочек и это совсем не наша тема с точки зрения вот открывать для себя но они все поддержали долгое время у нас клиентами был только из родственников мой муж потом присоединился мой папа когда в топгане появились барберы девушки он наконец-то сделал нам реверанс выбрал своего барбера очень нежно к ней относятся поздравляет со всеми праздниками и вот ни с кем нам не изменяет когда я сообщила о том что я заинтересовалась и хочу заниматься развитием барбершопа то мои близкие всячески поддержали меня и с первых дней помогали мне помогали во всем помогали там где-то стройке ну много очень разных моментов было особенно мне помогла моя дочь дарья с первых дней она работала администратором впоследствии она стала управляющей и без нее конечно я не справилась бы и не смогла бы открыть свои последующие барбершопы я никому не говорила до самого последнего момента это был такой мой секрет тайна я делала как бы все так четко долго сама ну мама моя конечно была встревожена как это заведующая будет открывать парикмахерскую то есть я и потом только научилась барбершопа не парикмахерская ну конечно у нее да был немного немного страх но и удивление безусловно дочь сказала смысле барбершопа почему не ноготочки тоже было такое неожиданное вроде как для всех решения в целом как-то тогда было удивление ну друзья в общем-то порадовались они сказали что пора переходить на новый уровень на то что я ухожу из банка с руководящей должности начальника финноуправления отреагировали все мои друзья и родственники плохо особенно плохо отреагировал супруг наш михаил который посчитал что я похерила дело всей своей жизни поскольку я очень долго этому училась действительно и было в какой-то степени профессионалом в банковской сфере единственный человек кто меня поддержал это я сама я была очень рада тому что полностью сменила сферу деятельности и скажу честно что до сих пор иногда бывает что я ночью просыпаюсь просто в кошмарах что я опять занимаюсь какой-то живу старой жизнью настолько я рада это было самое лучшее решение моей жизни нужно но это приходит со временем ты погружаешься в эту работу и постепенно начинаешь в этом разбираться это не значит что тебе нужно быть обязательно парикмахером да для того чтобы эффективно управлять своим бизнесом барбершоп хоть и маленький но все равно бизнес тебе нужно разбираться не только в стрижках и косметике тебе также нужно разбираться и в бизнес-процессах и финансовых документах да во всем вот но благодаря тому что это франшиза тебе много что помогают я бы сказала что важнее разбираться в бизнесе и в управлении людьми безусловно нужно понимать именно в барберской сфере но научиться разбираться в стрижках можно за час-два а вот в управлении коллективом в специфике именно этого бизнеса здесь это гораздо важнее ко мне когда приходят сотрудники трудоустраиваться делать пробную работу они все искренне верят что я стригу но я могу просто качественно оценить их работу понять насколько человек подкован и сколько нужно в него до вкладывать хотя безусловно ножницы я ни разу не держал вы знаете я считаю что это принципиально конечно если мы занимаемся бизнесом и это наш малый микро бизнес мы должны разбираться абсолютно во всем в том числе и в стрижках безусловно конечно же как не знать дело изнутри не только созерцая но вот так же я могу сказать что конечно за сколько уже четыре года эффектно осмотренности присутствует и плюс ко всему в мбс был прекрасный курс который нас научил видеть со стороны и понимать правильность выполнения стрижки я считаю что нужно разбираться безусловно в том деле в том бизнесе которым ты занимаешься и у нас такого опыта не было мы всему учились уже создавая барбершоп но занимаясь этим шесть лет ты неизбежно начнешь разбираться в качестве стрижек чтобы управлять барбершопом нужно хорошо разбираться в управлении барбершопом и я все четыре года непрерывно обучаясь этому благо что сейчас большой для этого выбор в том числе и нашей сети и вообще считаю одной из самых интеллектуальных а стрижкам учатся мои сотрудники и я считаю в этом залог успеха когда грамотный управленец грамотные профессионалы и мастера нужно чтобы управлять барбершопом нужно понимать красиво это аккуратно это сделано или нет разбираться в стрижках как разбирается профессионал барбер я считаю это не обязательно но знать все на каком-то уровне это обязательно но опять же это приходит со временем сейчас даже когда я смотрю на обычного на любого мужчину с которым мне приходится общаться на подсознательном уровне я всегда планирую каждого нужно было бы правильнее подстричь здесь волей-неволей ты начинаешь понимать какая она быстрее в начале мы наделали много ошибок в первую очередь из-за своей самодеятельности бренд тогда был только на старте еще не было жестких правил было много каких-то устных рекомендаций и где-то мы решили что мы можем сами и сделали по-своему в результате там конечно пришлось переделать не просто потому что это были требования сети а потому что решение которое предлагал управляющая компания были более эффективными ну ошибки нам пришлось исправить сейчас мы уже их не допускаем вы знаете на самом деле сейчас ты смотришь на это как вообще на очень интересную игру а когда-то был монете когда ты начинал для тебя это было прям прям препятствие препятствия но первое препятствие это найти помещение мы заходили как раз в франшизу тогда когда ну было очень много таких умников деньгами которые хотели заняться предпринимательством понимали что барбершоп это тема и это тот голубой океан который вот потихонечку уже начинает быть не океаном и уже зеленоватым потому что про много много людей пошло в сферу предпринимателей с персоналом были большие сложности с персоналом с пониманием персонала я работала все время в офисе и это совершенно другие люди до которые в офисе и которые работают 22 в барбершопе и плюс для меня был шок первый до шок был что я пришла в продаже вот здесь я вообще обалдела но пришлось этому учиться конечно же у меня знаний не было да я я знаю хорошо там финансовые документы юридическую сторону вопрос так как так как я была главным бухгалтером и разбиралась в этом но здесь пришлось разобраться еще что такое продажи но это реально очень интересно но и мне хотелось этого я горела эти я пришла в нашу франшизу в 2018 году и самым главным самой главной задачей в первую очередь стоял выбор помещения подходящего по всем параметрам перспективные локации с хорошими характеристиками с проходимостью с адекватной стоимостью аренды и отсутствием ближайших конкурентов в тот момент я поняла что мне близка концепция открытия в торговых центрах и искал целенаправленно торговые центры в которых еще не было на тот момент пробиршопов в коммуникации с торговым центром у меня не было подобного опыта и мне казалось что администрация торгового центра хочет чего-то много и как мне казалось невозможного вот следующие сложности были в коммуникации с строительной бригадой мне казалось что стройка и ремонт. Это очень сложно. И, конечно, там тоже я набила много всяких шишек. Но потом эти шишки мне, безусловно, помогли при открытии других барбершопов. Также одна из сложностей была при открытии барбершопа – это подбор персонала, коммуникация с персоналом. В процессе я всему этому училась. И потом уже с каждым шагом, с каждым новым барбершопом было все легче и легче. Вы знаете, мне на самом деле очень сильно повезло в том плане, что момент до открытия, до первого дня работы я практически вообще не была погружена в процессы. Всем этим занимался муж. И вот, как мои коллеги рассказывали, сложности с подбором помещения, с ремонтом меня не коснулись вообще. Но после открытия я присоединилась, изначально помогая супругу в управление барбершопом. И вот основная сложность, которая на протяжении уже шести лет нас преследует – это подбор персонала. Потому что мало подбирать ребят, которые бы хорошо стригли, разбирались в стрижках. Для нас принципиально важен именно общий настрой, одинаковые цели, одинаковое видение, одинаковый подход к сервису и обслуживанию клиента. И одинаковое восприятие той миссии, которую мы ведем. Это очень важно. Потому что мы делаем бизнес для людей. Мы люди для людей. Главное препятствие я создала себе сама. Когда мы открыли барбершоп, мы еще не жили в Тюмени. И я считаю свой опыт таким уникальным, но при этом не советую повторять его никому. Первые два года первого бизнеса своего я управляла дистанционно, наведываясь барбершопом где-то раз в месяц на несколько дней. Ну, это тема отдельного выступления. Так как у меня четыре барбершопа, я начинала раз шесть. Получается. При открытии первого барбершопа с препятствиями я столкнулась с такими. То есть я думала, что вот сейчас я возьму франшизу, открою, и все классно пойдет, само собой. Но первое препятствие это было выбрать хорошую локацию и создать правильную команду. Так как опыта у меня не было вообще никакого, я помимо как себе, я одела корону каждому своему первому барберу. И вот тогда мы все вместе столкнулись с препятствиями большими. При открытии второго барбершопа, ну и последующих, я столкнулась с препятствием, опять же, найти хорошее помещение, договориться с арендодателем. Команду я уже научилась собирать. Не только по профессионализму в стрижках, но и по личным качествам, что немаловажно. Сейчас у меня команда замечательная. Вот. А одно из самых больших неприятных препятствий было, когда уже действующую успешную точку арендодатель решил забрать себе, предложив нам повысить аренду практически в три раза. И в этой локации рядом мест для переезда практически не было. Но мы нашли, нашли очень удачно. Мы справились с этим. Все, что делается, делается к лучшему. Вот. Но однажды даже была такая ситуация. При открытии одной из наших точек, мне пришлось перенести дату своей росписи с моим мужем. Вот. Ну вот такие препятствия. В основном это было сформирование команды на начальном этапе и выбор правильного помещения. На начальном этапе первые два года я уделяла ему все свое свободное время. Но в этом моменте важно понимать, что даже когда наладятся процессы, даже когда появятся люди, которым можно будет делегировать какие-то функции, все равно ты вовлечен в свое дело 24 часа в сутки. И ты должен постоянно об этом думать. Но количество времени, которое ты проводишь уже непосредственно на предприятии, оно, конечно, сокращается. Безусловно, и появляется время заниматься другими проектами или другими делами своими. В этом году будет уже 4 года, как я в этом бизнесе. И управляю барбершопом уже 4 года. Первое время, первый год я не вылезала. Я должна была разобраться во всех бизнес-процессах, вообще понимать, что это. Конечно же, работала 24 на 7. Потому что мне хотелось досконально знать, как устроен этот бизнес. На сегодняшний день так уже настроены бизнес-процессы, так уже настроена вся работа, что я могу посещать барбершоп 2-3 раза в неделю. Прелесть своего дела в том, что ты сам можешь распоряжаться своим временем. Тебе нет необходимости приходить каждый день к 8, но когда обстоятельства того требуют, ты можешь работать до 12 и до 3 часов ночи. Но вот сейчас у меня рабочий день складывается и из бизнеса в сфере консалтинга, и занятием барбершопом. У нас 4 филиала, 40 человек в подчинении, мужчин, разной степени брутальности, татуированности. Поэтому у нас есть уже свой маленький нижегородский штаб ТопГан, где у меня есть управляющий, где у меня есть сотрудник, который занимается администраторами, где есть сотрудник, у которого функция маркетолога. Поэтому я себе оставила больше стратегическую роль, какие-то сложные переговоры, ну и финансы, естественно, на мне. Сколько времени я уделяю управлению барбершопом? Когда я открывала свой первый барбершоп, я занималась этим практически постоянно. На это уходило очень много времени, мысли были постоянно об этом, с утра, вечером, практически 24 часа в сутки. На сегодняшний день я занимаюсь этим каждый день, но трачу на это то необходимое время, которое нужно на выполнение определенных задач. Когда-то это 2 часа, когда-то 4, когда-то 8. Помимо этого мне помогает в управлении моя дочь, она выполняет функции управляющей. Хочу отметить, что тоже девушка в мужском бизнесе. И одной мне невозможно было бы управлять тремя барбершопами. Так или иначе, время я уделяю своим барбершопам каждый день, но это уже не тот график 24 на 7, когда мы не можем отвлечься ни на что. Сейчас это очень комфортно, несколько часов в день, иногда больше, иногда меньше. Я всегда на связи со своими сотрудниками, но первое время это было полное погружение, и на этапе настройки всех процессов, конечно, колоссальный вклад был сделан в то, чтобы все работало как требуется. Сколько времени сейчас уделяю барбершопу? Ну, естественно, когда я только открылась, это было 24 на 7, я открывала глаза вместе с камерами в барбершопе, закрывала глаза еще позже, после простирки полотенец, соответственно. Это был действительно нон-стоп. Но спустя время, когда-то уже научился делегировать, выстраивать процессы, стало больше свободы, скажем так, в действиях. И, в общем-то, безусловно, это ежедневно, но уже где-то 2 часа, где-то, может быть, больше, где-то меньше, но вот уже на лайте, скажем так. Я сейчас вышла на тот уровень автоматизации процессов и отстройки всех процессов, что я считаю, что у меня минимальное касание в плане управления. Полностью удалось выйти из операционки. Это ежедневный контроль, ну, возможно, там полчаса бывают дни, когда нужно больше приложить усилий, до 2 часов в день я могу этим заниматься. И мой основной рабочий день, у меня один рабочий день в неделю, это воскресенье. В воскресенье полный день, это собрание, это встреча с персоналом и это подготовка отчетов. Я хочу вот провести аналогию топ-ган с ребенком. Вот когда ребенок только рождается, ты ему уделяешь очень много времени. И от того, насколько качественно ты построишь отношения со своим ребенком, зависит ваше совместное отношение с ним в будущем. Так и барбершоп изначально, как маленький ребенок, младенец, он требует очень много внимания, усилий всего твоего времени. На данный момент я уже выстроила свой бизнес так, что у меня собрана, у меня хорошая локация, у меня хорошая команда, состоящая из проактивных ребят. И в принципе, я всегда нахожусь со своим ребенком топ-ган рядом. Но вот, например, сейчас я нахожусь не в России, я нахожусь в Дубае, я всегда на связи, но я на комфортной связи. То есть нет такого, что у меня постоянно какие-то проблемы, нет, у меня удовольствие. Я общаюсь с удовольствием с ребятами, я за всем наблюдаю. У меня работает управляющая, и при этом у меня получается качественно отдохнуть. Мы вместе рядом всегда 24 на 7, но это время, оно в удовольствие. Сколько времени вы уделяете топ-ган? Много. Это, конечно, имеет некие периоды, когда важно мое пристальное внимание, работа с командой, обучение. Вот. Затем наступает какой-то период, когда можно немножко поменьше уделять. Но что я хочу сказать, когда это твой бизнес, вообще у меня лично возникло ощущение, что у меня вообще постоянное свободное время, и я этим занимаюсь абсолютно как-то не напрягаясь. Не бояться. Не бояться идти вперед, если ты хочешь выбирать именно то, что тебе нравится, погружаться в тот бизнес, который тебе будет интересен. И просто не бояться идти вперед. Я бы советовала в первую очередь верить в себя, обязательно верить в то дело, которым вы занимаетесь, и вести свой бизнес от сердца. Это очень важно. Тем начинающим предпринимателям, которые рассматривают покупку франшизы ТОПКАМ, я рекомендую довериться креативным идеям Алексея Локонцева, довериться идеям, которые несет бренд, и получать удовольствие от ведения такого прекрасного бизнеса, как бизнес Барбершопов ТОПКАМ. Я бы сказала, что для начинающего предпринимателя есть очень важных два качества. Это оптимизм и способность к саморефлексии. Оптимизм, потому что ты как руководитель, как лидер команды, должен вести за собой людей и вдохновлять их. Это возможно только если у тебя внутри есть эта искра и позитивный взгляд на мир. А способность к саморефлексии – это возможность умения оценить свои управленческие решения, которые ты принял, каким результатом они привели. Были ли они позитивными, эффективными, правильными, или наоборот, этот кейс не стоит повторять. Это возможность определить и масштабировать успешные кейсы, но и самых главных качеств предпринимателя. Я бы пожелала им уверенности и веры в продукт, которым они будут заниматься. Также нужно очень адекватно оценивать свои возможности, как финансовые, так и временные, потому что настройка любого бизнес-процесса требует колоссальных временных затрат, очень большой усидчивости. И открывая любой бизнес, мы должны понимать, что это не на год, не на два, а как минимум на десять. Поэтому нужно очень четко отдавать себе отчет и в выборе деятельности, и в выборе локации, и в том, как это все оптимизировать с основной жизнью, чтобы этот бизнес существовал долго и процветал. Оцените, как сильно вы этого хотите, и что вы будете чувствовать через 2-3 года спустя, если вы этого не сделаете. Вы знаете, конечно, стоит говорить о том, что не надо бояться, надо верить в себя, но я немножко сейчас о другой, более практической стороне вопроса. Я рекомендую с первого дня быть честными, честными с командой и честными с нашими клиентами, потому что в тот момент, когда мы открываем бизнес, рождается наша репутация. И поменять репутацию уже мы будем не в состоянии, и надо думать об этом с самого первого момента. Слушайте, ну мужчина – это сильная половина человечества, ну не обезьянивый мир, а человеческого, да, представителя мира, конечно, должен. И на самом деле внешний вид мужчина – это топовое оружие, в этом философия нашего бренда определенно должен. Мужчина вообще должен быть красивым, почему он должен быть чуть красивой, обезьяна. И все должны быть красивые и ухоженные, вне зависимости от того, мужчина это или женщина. Я думаю, конечно, и мы всячески помогаем мужчинам быть на стиле, быть брутальными. И топ-ган – это топовое оружие мужчины – нести свой стиль и пользоваться им для своих каких-то целей. Да, безусловно. И в данном случае важную роль играют не природные качества, а то, как человек работает над собой, насколько активно он занимается спортом, насколько он уверенно чувствует себя в своей деятельности, насколько он реализован. И, безусловно, внешний волоска может помочь добавить сеть барбершопов топ-ган, потому что ухоженный мужчина – это уверенный мужчина, а уверенный мужчина – это любимый мужчина. А любимый мужчина – это успешный мужчина. Поэтому мы можем помочь в успехе. Знаете, настоящий мужчина красив в любом образе, но прежде всего для меня, я считаю, что мужчина должен быть умен. Умный мужчина красив и внутренне, и внешне. Ну, я вообще считаю, что мужчина, в принципе, не должен никому ничего, но тут есть маленький нюанс. Все зависит от того, какую женщину он хочет рядом с собой видеть. Если он хочет видеть достойную женщину, он должен, соответственно, и сам выглядеть так же достойно, потому что внешний облик… Ну, друзья, в наше время не будем никого обманывать. Внешний облик – это показатель внутреннего состояния. Ну, мой муж гораздо красивее письяны. Я считаю, что в человеке все должно быть прекрасно. Тем более, к счастью, сейчас такое время, когда человека встречают по обложке. И сейчас такое время, что человек может создать нужную для него обложку, которая продвинет его или создаст ему определенный образ. То есть я очень много наблюдала интересных историй своих в барбершопах, когда мужчины, иронно говоря, из Золоши превращались в принца. Ну, ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как? Сильно, да? Далее я вас познакомлю с управляющей компанией Top Gun, которая почти полностью состоит из девушек. И только в отделе дизайна есть Илья, который, помимо того, что является хорошим специалистом, выполняет еще всю тяжелую работу. Меняет баклажки в кулере, выполняет все погрузочные-разгрузочные работы. Ну и как джентльмен, конечно, ходит девушкам за кофе. Привет. Да, я Илья. Я единственный мужчина в офисе управляющей компании Top Gun. Все. На этом мы закончили. Я пошел. Так давайте познакомимся с нашим коллективом и узнаем, чем они занимаются в компании и нравится ли им работать в Top Gun. Привет. Меня зовут Белинская Любовь, и я являюсь генеральным директором управляющей компании Top Gun. На мне завязаны все бизнес-процессы компании. Ровно 10 лет до перехода в УК я работала руководителем отдела в рекламном агентстве. Мы занимались реализацией различных проектов – от печати полиграфии до организации мероприятий под ключ. Привет. Меня зовут Аня Летягина, и в Top Gun я занимаюсь реализацией проектов Алексея Локонцева. Порой сумасшедших. Ладно, шучу. Я директор по маркетингу и занимаюсь всем, что с этим связано. Коллаборации, брендированная продукция, организация мероприятий и всякое такое. Но порой встречаются другие проекты Алексея, в которых тоже требуется мое участие. В Top Gun я пришла в 2017 году после майских праздников сразу, и до этого я работала в рекламном агентстве полного цикла. То есть у меня уже больше 10 лет опыта в рекламном бизнесе. Привет. Меня зовут Лали Корбезова. Я руководитель юродела в компании Top Gun. И, собственно, на этом все. Руководитель юродела. Этим все сказано. Ну, собственно, юристом, если ты неплохой юрист, а я неплохой юрист, то ты занимаешься юриспруденцией всегда, как только заканчиваешь университет. Вот я закончила университет и пошла по юридической стезе. С тех пор занимаюсь, собственно, юридической работой. А вот до этого, правда, работала немного в других сферах, но, в принципе, в сфере услуг также. Меня зовут Алена Азизова. Я главный бухгалтер Top Gun. До того, как я работала в Top Gun, я работала главным бухгалтером по другому направлению бизнеса. Привет. Меня зовут Траднева Мария. Я занимаюсь развитием склада управляющих компаний. В мои обязанности входит подбор и контроль закупки новых брендов, инструментов и всего того, что необходимо для успешной деятельности барбершопов. Всю свою профессиональную деятельность я занималась организацией бизнес-процессов. Чаще всего это была организация структур продаж, но был и опыт работы в маркетинге, и это мне потом очень сильно пригодилось. Меня зовут Савенко Ангелина. Я работаю арт-директором в компании Top Gun. Мы вместе с командой воплощаем все креативные идеи нашего босса, а также наших партнеров. До Top Gun я нигде не работала. Я переехала только в Москву и как раз-таки была в поисках. И получилось так, что изначально я шла на собеседование на должность администратора в одну из точек. И так получилось, что была открыта вакансия дизайнера. И меня как раз-таки пригласили на собеседование сразу же. И так я оказалась в компании Top Gun. Работаю уже здесь 4 года. Изначально я была помощником дизайнера и уже дослужилась до арт-директора. Меня зовут Виктория. Я помогаю партнерам, новым партнерам с момента подписания договора до открытия барбершопа. То есть все этапы, начиная с подбора помещений, ремонта, дизайна, партнеры все проходят со мной. Также я отвечаю за проверки в барбершопах. Я слежу за тем, чтобы партнеры соблюдали регламенты и стандарты сети Top Gun. Можно сказать, что Top Gun это моя первая серьезная работа, потому что до этого я непродолжительное время работала в студии отбеливания зубов. Как я люблю говорить, и часто это говорю, жизнь удивительная штука. В 2016 году мне позвонил Алексей и говорит, Люб, привезли меня тут офис смотреть. И я понимаю, что мы с тобой работали в этом бизнес-центре. Спускайся, кофе попьем. Ну вот так и попили. На тот момент как раз сформировалась управляющая компания, и нужно было сколотить коллектив, нужно было настроить и отладить все бизнес-процессы. И я с большой гордостью могу сказать, что на сегодняшний день у нас очень сильная команда управляющей компании. Да, в основном у нас девчонки, но каждая из них сильная, ответственная, самодостаточная. Алексей – великий генератор идей. И я знаю, что с нашей бандой мы реализуем любой проект. Наша работа не ограничивается миром барберинга, и мне это безумно нравится. Но вообще без судьбы тут не обошлось. Как я уже говорила, я работала в рекламном агентстве, и работала я вместе с Любой. И в Олесы бы я оказалась здесь. У нас отличная, слаженная команда и уже проверенные, так скажем, многолетним опытом. Как я попала в Топган? Блин, на самом деле это очень классная история, потому что было другое предложение, альтернативное, которое финансово было более интересное. Но когда я увидела этот офис, эти черно-белые цвета, эти черепушки, это оружие на столе в кабинете у Алексея, блин, меня покорил этот офис. А потом меня покорили люди, потому что атмосфера чувствовалась, вот прям она магнетическая. И в этот офис заходишь, и не хочешь уходить. Вот, я прям почувствовала, что это мое. Ну, в общем, привлекла и отрасль, привлекли и офис, привлекли и люди, которые здесь работают. И поэтому я остановилась на этой компании. Я выбрала работу в команде Алексея Локонцева, потому что я считаю, что он очень интересный, умный, креативный человек. И он постоянно генерирует новые идеи. И нам приходится постоянно их обрабатывать, соответственно, всевозможные решения по обработке этих проектов. И находиться постоянно в профессиональном каком-то росте. И поэтому я работаю здесь. У меня вообще интересная история о знакомстве с Топган. Я пришла в Топган покупать франшизу. И в процессе разговора с Любовью и Алексеем мы выяснили, что мои профессиональные навыки могут быть полезны для управляющих компаний. То есть получается, что не я выбрала новую сферу деятельности, а сфера деятельности выбрала меня. И я ни о чем не жалею. Надеюсь, это взаимно. Мой предыдущий работодатель работала по совместительству HR в управляющей компании. И она разместила объявление. Я на него откликнулась, подумала, что мне интересно попробовать. Ну и, собственно, с этого начался мой путь в Топган. Я с самого детства нахожусь в окружении мужчин. У меня два старших брата, поэтому нет ни тяжело и ни сложно. Ну а если серьезно, то у нас очень честная и справедливая франшиза. Когда ты делаешь то, что должен, когда ты выполняешь все обещания, ты заслуживаешь доверия и уважения. Конечно, порой бывает нелегко, но мы делаем одно дело и у нас одна цель. Находим компромиссы, ну или убедительные слова. Никаких сложностей нет на самом деле, потому что независимо от того, мужчина ты или женщина, в любом случае с партнерами, с нашими партнерами всегда на самом деле не сложно работать. Я бы даже сказала, что легко работать. Нет, нам легко работать с партнерами, потому что в наш функции входит обработка платежей, выставление счетов. И это абсолютно не сложно, потому что всю предыдущую работу сделали другие отделы. Мы только снимаем сливки и получаем удовольствие от работы с партнерами. Мы с ними коммуницируем, помогаем им получать субсидии. То есть у нас очень хорошие отношения и нет никаких конфликтных ситуаций абсолютно. С партнером в моей сети работать не тяжело, а интересно, потому что в первую очередь интересно работать и общаться как с личностями. Каждый с какой-то своей историей, жизненным опытом, профессиональным опытом. Ну а работа – это доверие. А доверие, оно нарабатывается в процессе ежедневного труда. И когда партнеры видят, как ты выкладываешься любимому делу, они этим заряжаются, верят тебе и идут за тобой. Поначалу было непривычно, особенно, когда приходилось вступать в спор относительно результатов проверки. Но настойчивость и твердость приходят с опытом, особенно, когда тебя поддерживают руководители Любовь и Алексей. Для меня Топ Гаан – это мой дом второй. Потому что я здесь провожу больше времени, чем у себя дома. Я прихожу сюда в выходные, потому что… Не потому, что мне надо. Ну, периодически и надо бывает. Но в целом, это потому, что мне на самом деле интересно. Блин, говорю, надо поизучать вот это. Вот эту судебную практику нужно изучить с той целью, чтобы достичь той цели, которую передо мной поставил непосредственно мой руководитель. Да, в лице Алексея или Любови. Вот. Ну, в общем, вот так вот. В Топ Гаан я уже почти 6 лет, и это часть моей жизни. Это больше, чем работа. Я работаю в компании практически 3 года. Топ Гаан для меня – это банда, это семья, это интересный проект, это всегда профессиональный рост, это какие-то очень классные взаимоотношения. Я сюда просто прихожу с радостью. То есть мне нравится моя работа, я очень люблю ее. То есть прямо вот в удовольствие. И Топ Гаан для меня – это классная команда. Классная команда профессионалов. Я считаю, что у нас в каждом отделе просто топ-люди, которые не просто занимают место свое, а которые отрабатывают на 300% свою работу. И они всегда профессионально растут, и с ними очень интересно. И больше заинтересованности в людях я вот… заинтересованности людей в их профессии я не видела. В Топ Гаан я работаю третий год, и для меня Топ Гаан – это идеальный работодатель. Хотя сейчас вот произнося слово работодатель, так немножко даже самой мне режет слух, потому что это не просто место работы. Это место, где я максимально комфортно могу себя реализовать. Ну, в первую очередь Топ Гаан для меня – это школа. Это школа жизни, которая каждый день тебя чему-то учит. Также Топ Гаан для меня – это дом. Потому что здесь я провожу достаточно много времени. Я рада, что я работаю здесь, потому что здесь отличный коллектив. Мы – банда, действительно. А банда – это своего рода семья. Для меня Топ Гаан – это в первую очередь команда единомышленников, увлеченных своим делом. А банда, управляющая компанией Топ Гаан – это сплоченный коллектив, который работает для того, чтобы показать результат и помочь нашим франчайзе. Что такое для меня Топ Гаан? Топ Гаан – это мой второй дом. Это моя большая семья. Через пять лет я вижу Топ Гаан – компания, известная во всем мире. Я вижу Топ Гаан – большой корпорацией, у которой есть много разных покрытий разных много отраслей бизнеса. То есть это не только мужские и прихмахерские, но, например, и кафешки, и, например, какие-то компьютерные центры, и много-много всего интересного. И я считаю, что Топ Гаан сможет в каждой отрасли занять 75-80% рынка. Зная нашего креативного Алексея, я даже не сомневаюсь в этом. Топ Гаан через пять лет достигнет таких успехов, о которых мы сейчас даже не можем предположить. Я думаю, что у Топ Гаана максимально звездное будущее. Мы будем в том числе в USA, и Том Круз к нам будет приходить, который является и режиссером, и, по-моему, сценаристом нового фильма, и продюсером этого фильма Топ Гаан. И он будет к нам приходить и говорить, я стригусь Топ Гаан, потому что я вот, собственно, и тот человек, который, может быть, благодаря его фильму и появилось вот это вот название Топ Гаан. Вот я надеюсь, что это будет. Я вижу, что Топ Гаан через пять лет занимает лидирующую позицию не только в России и в странах СНГ, но также выходит на мировой уровень. Я верю, что уже через пять лет не будет других барбершопов. Люди начнут ценить качество и лучший сервис, ведь Топ Гаан – это то место, где они могут это получить. Через пять лет я работаю в компании, которая входит в топ-10 лучших компаний России. Каким я вижу Топ Гаан через пять лет? Нас много, мы лидеры своего рынка, и у нас все четко и по правилам. Ну что, надеюсь, мы развеяли мнение, что успешные барбершопы открывают только мужчины. Так давайте подытожим, почему же девушки так успешны в нашей франшизе. Есть два важных вывода из этого выпуска. Первое. Девушки – многозадачнее мужчин. Им испокон веков приходилось вести домашнее хозяйство, смотреть за детьми и снаряжать мужчину на подвиги. Тысячелетиями женщины вырабатывали способность контролировать несколько дел одновременно. Именно поэтому наша управляющая компания эффективная и неогромная, и справляется со всеми поставленными ей задачами. Второе. Это та самая франшиза Топ Гаан, которая настолько идеально продумана и проработана, что любое отклонение от курса, которые прописаны во франшизе, только вредит ей. У мужчин же всегда есть мнение на любые правила. Они хотят привнести что-то свое, часто упуская самое важное. А внимательность и ответственность, присущая девушкам, доказывают, что действуя по правилам, можно добиться выдающихся результатов. О чем и говорят их лидирующие позиции в рейтинге прибыли барбершопа в Топ Гаан. А я тем временем поздравляю всех женщин с 8 марта и желаю, чтобы вас всегда окружали достойные вашего внимания мужчины. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok